Он попросил там денег, спросил мне, как больше отдавать. Он типа там замялся, потом начал оскорблять, я достал нож и ударил. Казалось бы, обычная хмельная ссора. Кто-то что-то сказал, кто-то ответил. Согласитесь, вполне обыденная ситуация для питейных заведений. Ну, покричали, потолкались и разошлись. Но не в этот раз. Можно, конечно, списать все на спонтанность, но смывать оскорбление кровью, согласитесь, это что-то из средних веков, демонстративно встал, достал из куртки нож, ударил. Причем обвиняемый ранее не судим, на импульсивного южанина тоже вроде не похож. Плохая аура, не иначе. После совершенных преступных действий в помещении кафе бежали другие посетители. Один из посетителей, мужчина, увидев в руке обвиняемого нож, подбежал к нему, сбил его с ног и повалил на пол. В результате чего обвиняемый был обезврежен, нож отлетел в сторону. Шансов выжить у потерпевшего, как считают следствия, не было ни единого. Даже если бы скорая оказалась под рукой. Рана вызвала внутреннее кровотечение, смерть была стремительной. Максимальная мера наказания по статье «Убийство 15 лет». Душегуб, конечно, раскаялся и даже пообещал загладить вину перед родственниками, но это уже после колонии. Если этому человеку еще можно поверить, то убийца из Дягилева вряд ли. Шнур большой был, не такой маленький, длинный вот этот. Так, как накинул? И я накинул вот так. И шнур, говорю, я тебе, говорю, задушу, ты мне, говорю, надоело, 35 лет уже мне. Мои детей, всех это, все знают, говорю. И на этот раз она говорит, выгони твои детей, это, все, батом. Как сказал, что? Дальше как затянули? Да. И вот так вот я натянула, она стала вот так вот повернуть, повернулась туда. Как будто, да? Да, когда я накинул, я, говорю, тебе задушу. И она повернулась туда, уходи уже. Так буднично и спокойно этот человек описывает убийство своей матери. Оскорбления были и здесь, но никакого раскаяния в голосе нет. Сразу после совершенного мужчина покинул квартиру и попытался сделать вид, будто его здесь вообще не было. Но родственники вовремя спохватились и труп хозяйки обнаружили уже на следующий день. Обвиняемый упирался до последнего. Были проведены генетические экспертизы, были допрошены свидетели. Которые пояснили, что обвиняемый сам им рассказывал о совершенном преступлении. На кабеле, которым была удушена потерпевшая, были найдены клетки эпители нашего обвиняемого. Что свидетельствует о том, что именно он использовал этот кабель для совершения преступления. Отпираться смысла уже не было, поэтому картину преступления он раскрыл полностью. И вряд ли такое признание облегчит его вину. Да и раскаяния как такового не было. Поэтому максимальный срок наказания. 15 лет здесь более чем реален. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.